Поговорим немного о политике. Хоть я и стараюсь не касаться всего этого, но теперь в этот цирк замешивают и видеоигры. Это египетский ведущий новостей. Активно жестикулируя, он рассказывает про российские авиаудары по сирийским террористам. А вместо каких-то реальных кадров египтянам показывают геймплей из игры Apache Air Assault, назвав их демонстрацией превосходства русской армии над американской. Что дальше? Репортажи с использованием Metal Slug? Однако, здравствуйте, меня зовут Николай Губанов и вы смотрите новости развлечений. Одни отказываются от кикстартера, а другие, наоборот, планируют к нему обратиться. Хоррор Элисон Роуд, вдохновленный играбельным тизером, отмененный Silent Hills, закрыл начатую им кикстартер-компанию по сбору средств на игру, так как неожиданно для нее нашелся издатель. Да и сам издатель подобрался совершенно неожиданный. За игру взялась команда Team17, которую во всем мире знают по игре Worms. Фанаты, конечно же, ждут, что к проекту присоединится Хидео Кодзима. А вот попробовать себя на кикстартере решила успешная Square Enix, и не потому, что у них не хватает денег. Многие выпускаемые студией игры не получают локализаций, так как рассчитаны на японский рынок. Теперь ситуация может измениться. Студия планирует собирать деньги на локализацию своих игр у самих игроков посредством краудфандинга. Довольно неплохая идея, если, конечно, все будет достойно реализовано. Stealth Action Sticks получит продолжение с подзаголовком Shards of Darkness. Пока подробностей мало, но уже можно порадоваться, что теперь игра будет на движке Unreal Engine 4. Главный персонаж, гоблин по имени Sticks, получит обновленную систему способностей и передвижения. Выход запланирован на следующий год, и это пока все подробности. Появились новости об Ace Attorney 6. Пришли они из интервью Capcom японскому игровому журналу Weekly Famitsu. Помимо Феникса Райта, равнозначную роль в игре получит Apollo Justice. Работать они будут в разных локациях. Феникс в Королевстве Курейн, а Apollo в Токио. Также в игру вернется Gaspi Spain. А компания Althus рассказала тому же японскому журналу про игру Shin Megami Tensei 4 Final. Эта эксклюзивная для нинтендовской 3DS игра будет полноценной частью во вселенной оригинальной 4-й. Новая боевая система позволит брать в бой помощников, среди которых, кстати, появятся персонажи, знакомые игрокам по той же самой четвертой части. Сюжет довольно простой. Главный герой умирает, но его воскрешают убивший его демон. Кстати, различных демонов будет около 450. Релиз игры назначен на февраль 2016 года. Новый участник гонки LEGO Ideas уже завел мотор. Этот проект копирует автомобиль модели Toyota Land Cruiser 40. Автор отлично потрудился и создал превосходную реплику этого автомобиля. Он даже позаботился о возможности механизации всего чуда. Но вот надежд на выпуск такого набора крайне мало. Хотя его и самому, наверное, несложно собрать. А еще на прошлой неделе в сеть утекли изображения наборов, которые выйдут в 2016 году. Но потом LEGO попросила все удалить и их послушались. Не знаю, кто вообще успел поглазеть на новые наборы. Я вот не успел. Да ладно, не расстраивайтесь. Давайте я лучше покажу вам котика. Хороших фигурок много не бывает. Плохих, к сожалению, тоже. Все и так прекрасно понимают, что фигурки из линеек Marvel Legends не относятся к разряду премиум. И все они страдают от плохой покраски, ужасно выполненных точек артикуляции, а иногда и попросту плохого дизайна. И то, по какому принципу их объединяют, остается загадкой. Вот в новой волне нас будут ждать капитан Marvel, железный человек в костюме Mark I, человек-паук из вселенной Нуар, двое нелюдей Тритон и Улик, и Затаанин Йонду. Кстати говоря, большинство этих персонажей ни разу не пересекались в комиксах. А это фигурка очень крутого хищника из фильма «Чужой против хищника». Даже не пытайтесь разглядеть его в деталях, он великолепен весь и сразу. Но даже если вы попытаетесь найти в нем недостатки, вряд ли у вас это получится, ведь сделан он компанией Hot Toys. Из аксессуаров он получил два посоха, несколько лезвий, кинжал и шлем. Еще один гигант индустрии коллекционных фигурок, компания Сайдшоу, продолжает выпускать персонажей вселенной Star Wars. Этот имперский AT-AT драйвер выглядит круто, несмотря на то, что он мало детализирован и довольно неярко покрашен. Но общее качество как тканевых, так и пластиковых деталей придают ему очень презентабельный вид. Еще один представитель этой вселенной, Капитан Фазма, имеет отношение к еще не вышедшей седьмой части этой киноэпопеи. В ней все привычные белые цвета всяких Сторм Трупперов и им подобных заменены на более темные, что коснулось и этой фигурки. Тут использован очень крутой металлический цвет. И хотя тут это почти единственный оттенок, фигурка все равно выглядит классно. А сделана она компанией Котобуки. Она же продолжает выпускать статуэтки в линейке Marvel Now и пришла очередь посмотреть на зверя. Хэнк МакКой стал выглядеть куда более сурово, чем раньше, и это пошло на пользу статуэтки. Несмотря на небольшую для статуэток цену в 60 долларов, выполнена она на высшем уровне. Зверь покрыт шерстью, которая окрашена в различные оттенки синего цвета, над которыми явно очень хорошо потрудился художник. На фоне других статуэток этой компании зверь смотрится просто шикарно. В это время интересных комиксов, как грибов в лесу. Подождите сейчас, много грибов в лесу? Или нет? В преддверии Дня Всех Святых нас ждут обложки с монстрами. И в DC их получили 45 номера комиксов «Бэтмен» и «Кэтвумен», 25-й «Бэтмен Супермен» и 21-й номер «Харли Квинн». А Justice League of America поздравила «Зеленого фонаря» с 75-летием. А также встречайте первый номер комикса «Супермен Лоис энд Кларк». В Marvel первыми номерами стартовали новые линейки. И среди них «Кэпитон Америка» Сэм Уилсон, «Гардианс оф Галакси», «Спайдермен» 2099, «Спайдер Гвен», «Нью Авенджерс» и «Анкани Эвенджерс». Ваншотом вышел комикс «What if Infinity Avengers». Очень много «Мстителей», но не забывают в Marvel и про вселенную «Стар Ворс», ведь вышел первый номер комикса «Чубакка». На этом на сегодня все. За новыми новостями приходите ровно через неделю. Пока. Друзья, сразу хочу сказать, что эти фигурки никогда не появятся на прилавках магазинов игрушек. По двум простым причинам. Причина первая. Герои, которые легким движением руки отделяют голову с позвоночником от всего остального тела, режут на части, сжигают заживо и вообще устраивают ад.